здравствуйте уважаемые зрители меня зовут ольга еременко я врач стоматолог парадонтолог и сегодня я хочу поднять на мой взгляд очень важную тему о роли содержания фтора в средства гигиены по уходу за зубами а также о влиянии автора на организм человека целиком для того чтобы наш разговор был более предметным интересным и конечно же полезным беседа будет происходить с доктором медицинских наук профессором стоматологических и биохимических наук академиком ран лауреатом государственной премии который был на протяжении 20 лет главным стоматологом ссср и российской федерации валерием константиновичем леонтьевым добрый день добрый день валерий константинович на протяжении практически всей своей профессиональной деятельности занимался именно профилактикой профилактикой стоматологических заболеваний и в частности профилактикой кариеса у него порядка 500 научных публикаций на эту тему 20 учебных пособий и более 50 изобретений нашу беседу я хочу начать цитаты которую я прочитала вашей книге профилактика стоматологических заболеваний первое упоминание авторе сделано в германии эдхардом в 1874 году его цитата в течение длительного времени было известно что железо полезно для крови кальций и фосфор для костей настолько же фтор в растворенной и абсорбируемой форме для эмали зубов именно фтор усиливает твердость эмали и ее прочность и защищает ее от кариеса так вот мой первый самый первый вопрос связан с вашим отношением к массовому негативному восприятию содержанию фтора в средствах домашней гигиены ваши отношения как я могу совершенно достаточно сказать шуфтор его использование нашей специальности в стоматологии является большой победой человечества именно человечество дело в том что вот то того срока которого вы упомянули про роль втора в жизни человека в его физиологии биохимии болезнях ничего не было известно а затем было постепенно это обнаружено найдено и роли фтора я еще отдельно скажу но я хочу сказать что с тех пор люди искали его активное применение для здоровья человека и это активное применение оказалось связано тесно с потреблением фтора оказалось что если человек пищей и с водой получает мало втора то это приводит к тому что у него серьезно болеют зубы некоторые костные заболевания могут быть если много втора то болезни тоже возникает связанные с избытком втора стал тогда естественно вопрос а сколько же должно быть втора и вот на сегодняшний день этот вопрос изучен очень хорошо и достаточно так чтобы кто-то мог сказать что я не знаю сколько мне втора потреблять науки неизвестно это будет полный абсурд это все очень хорошо известно каждый день человеку нужно по где-то получать от двух с половиной до четырех миллиграмма втора внутрь как вообще поступает втор в организм человека то есть его основные источники мы знаем что втор поступают с водой об этом всем известно но опять же достаточно ли того объема втора в воде которые присутствуют перед тем как отвечать на ваш вопрос я бы хотел немножко остановиться на том с чем связан такой уже многолетний шум вокруг втора шум который в общем то совершенно научно необоснован идет просто нескольких категорий лиц этот шум связан с тем что втор в принципе является но одним из сильнейших ядов сильнейшие но природе он встречается в основном только виде солей в чистом виде него не бывает его ядовитость она носит если так можно сказать условный характер условие заключается в том что есть такая поговорка если ты выпьешь ведро воды ты умрешь и это в самом деле может быть так хотя вода совершенно безвредно любое лекарственное вещество любое пищевое вещество должна быть какая-то осмысленная изученная доза потребления вот со втором этот вопрос изучен очень хорошо действительно ли он так опасен он опасен в том случае если его идет высокое потребление с водой и с пищей его нельзя получить высокую дозу я еще раз говорю смертельная доза для втора где-то порядка 10 грамм а та доза которую дают врачи в том числе в пастах это от 2 до 4 миллиграмм это в 4 тысячи раз меньше поэтому говорить о том что можно отравиться зубной пастой или какими-то другими веществами содержащими вверх это совершенно невозможно это возможно только при различных несчастных случаях которые бывают к счастью чрезвычайно ред кто же поднимает этот шум я бы хотел остановиться на этом этот шум поднимает во-первых я бы на первое место поставил производители зубных паст которые заинтересованы в их производстве без содержания фтора не такие фирмы есть и в нашей стране и других странах они выбивают себе если так можно сказать ну место под солнцем благодаря этому во вторых это люди ангажированные по втору которые его допустим химики или связанные с химией люди которые знают что фториды это действительно очень ядовитые вещества то что такое ядовитое вещество применяется в качестве лекарства она конечно этих людей трогает думать как же так как применять такое ядовитое вещество для лечения и тем более для профилактики гигиены ну и наконец одну из самых активных групп составляет люди которые ну не совсем психически нормальные и вот такое антифтористое лобби есть во всех странах мира но теперь я хочу подчеркнуть другую сторону проблемы например вторсодержащие пасты и использование фтора для гигиены и для профилактики является единственным я хочу подчеркнуть и сказать именно это слово единственным средством которое всемирная организация здравоохранения рекомендует для широкого применения представляете сколько нужно было иметь опыта сколько нужно было посмотреть десятков и сотен тысяч людей которые для профилактики применяют store чтобы дать такое положительное заключение такое заключение ему уже более 40 лет этому заключению ну наконец еще приведу один пример ну для меня он кажется просто ну сверх доказательным связи с тем что когда-то появлялись такие вещи что фторм может вызывать там саркому костей может вызывать какие-то заболевания связанные с мозгом значит было сделано интереснейшее исследование 478 городах изучили смертность смертность людей от тех которые свою жизнь употребляли фторм для профилактики и которые не употребляли такой фторм это смертность наблюдала в его рассчитывали более 10 заболеваний наиболее таких вот в этом отношении опасных не нашли ни по одному заболеванию достоверных отличий можно было после такого исследования сказать совершенно однозначно что вториты не влияют на здоровье и на смертность человек в отрицательном я продолжу отвечать на вопрос который вы задали речь идет о том где же фтор содержится вот природа наша такова что нормально содержание фтора в воде где-то примерно порядка одного миллиграмма на литр или за рубежом это называется одна пипе и таких водоисточников в мире примерно 50 процентов вы бы даже несколько меньше то есть вот вода содержит достаточно для здоровья зубов количество фтора всего вы только такое количество очень много водоисточников особенно в россии их много которые содержат от одной десятой до полу миллиграмма на литр и и наконец есть где-то до 10 процентов 5-7 процентов водоисточников которые содержат более двух пяти в некоторых случаях до 20-25 миллиграммов в торон на литр такие тоже есть водоисточники люди тоже оттуда пьют воду да возникает при этом некоторые заболевания в основном видимые заболевания зубов когда человек употребляет вот такую воду зубы чернеют и они в общем-то вызывает не очень здоровый вид представьте без зубы коричневые во рту крапчатая до крапчатая есть форма крапчатая есть другие формы есть форма при которой разрушается эмаль зубов поэтому избыток фтора вызывает заболевание флюороз причем есть флюороз костей а есть флюороз зубов поэтому воду с таким содержанием фтора потреблять нельзя лучше не применять ее хотя еще раз говорю это тоже не спать но просто ее не нужно применять ту воду которая содержит менее полумиллиграмма на литр такую воду рекомендуется фторировать то есть такой воду рекомендуется искусственно на водоисточниках там где вода очищается туда значит добавляется может добавляться воду фторили безопасной концентрации до 1 1 и 5 миллиграмма фтора на литр я сразу хочу отметить телезрителям что мы с валерием константиновичем он конечно в разы раньше заканчивал омскую государственную медицинскую академию я очень рада что я закончила именно это учреждение и в омске профилактикой кариеса уделялось большое значение и как раз таки там фторировалась вода самом городе и среди моих однокурсников были ребята у которых уже сейчас им за 30 у них нет ни единого кариеса вообще не единого они как раз их родители занимались по вашей системе профилактики использовали гели которые вы создали для профилактики кариеса и результат действительно очень хороший а как быть в тех регионах где есть производство в которых есть избыточное содержание фтора ну это в основном алюминиевые производства там втор применяется вернее появляется из-за того что он содержится в рудах алюминиевые и при переработке таких руд появляется частично втор выбрасывается в атмосферу и из атмосферы он попадает в воду и иногда вода содержит высокое содержание вторида ну как там быть прежде всего должна быть культура производства соблюдена если она соблюдена то фактически тогда отрицательных моментов не наблюдается если же есть какие-то моменты когда повышается вода водоисточниках и так далее то тогда просто нужно наладить все воды из водоисточников которых она содержится в достаточном количестве для здоровья зубов но таких регионов слава богу у нас немного в стране и за рубежом немного и в общем то если к этому относиться внимательно то можно добиться практически прекращение выбросов атмосферу в теризм большинство людей которые покупают пасты для себя своих детей своих родственников не являются большими профессионалами в профилактике стоматологических заболеваний я хочу чтобы с вашей стороны прозвучал такой совет на что нужно ориентироваться при выборе зубной пасты конкретно для детей для взрослых для тех лиц у которых эмаль повреждена таким заболеванием как флюороз на сегодняшний день в мире выпускается много зубных паст миллиарды из них 80 процентов содержит это не из-за того что производителям выгодно выпускать такие в пасты а из-за того что это рекомендация всемирной организации здравоохранения рекомендации стоматологов и доказанный положительный эффект насколько может снизиться хари зубов вот при таком потреблении фтора это можно снизить в два раза может быть больше зависит от того в каком возрасте началось это использование и сколько лет продолжается а в целом такие посты содержатся и это тоже рекомендация всемирной организации здравоохранения не более полутора грамм на килограмм не более это вот то в каких пределах нужно делать детям мы рекомендуем меньше у них посты содержат 0 25 грамма и полграмма на килограмм чем это связано на кверм пасты речь идет об этом это связано с тем что дети при чистке зубов обязательно заглатывают определенное количество пасты и хотим или не хотим до 20 до 25 процентов ребенок может тортодержащий паста заглотить и поэтому вот эта поправка на содержание в пасте фторидов введена именно связи с этим с тем чтобы ребенок не получил лишней дозы фторидов что касается эти вот пасты которые я назвал они применяются всеми широко используются и стоматологи широко рекомендуют сами стоматологи иногда применяют пасты с большим содержанием фторида но это под их прямо непосредственным надзором и с их участием что касается возможности использования паст при флюорозе конечно лучше этого не делать но и это тоже не смертельно это тоже можно применять и в общем-то хотя я считаю что это лучше не делать но я имею ввиду флюороз который связан именно с высоким содержанием фторида воде я уже упоминал какие количества дело в том что даже при не очень высоком содержание воды есть люди с повышенной чувствительностью к автору и у них флюороз незначительной малозаметной степени может быть даже при таком потребление фтора я не буду сейчас рассказывать всю классификацию повтора их на самом деле больше четырех вот я только знаю больше четырех при флюорозе легкой степени и средней степени можно использовать незначительная концентрацию фтора почему я об этом спрашиваю потому что фтор это нормальный компонент эмали но когда мы употребляем кислые продукты когда есть проблемы с желудком и заброс кислоты в полость рта нам все равно нужно восстанавливать недостаток фтора в эмали можно ли использовать в таких ситуациях фтор или переизбытка фтора в воде достаточно для того чтобы восстанавливаться вообще я уже дался в рекомендацию что это нежелательно делать но это далеко не болезни не повышает и не смертельно и ничего страшного в этом нет но нежелательно это делать связи с этим я вообще бы хотел остановиться сейчас на том а какой же механизм действия фтора почему он вызывает снижение заболеваемости зубов коррес есть три основных фактора первый фактор это то что вторит соединяется с эмалию зубов при этом образуется более резистентная структура я переведу зрителям устойчивая устойчивая кариеса структура корресторит как бы внедряется в поверхность зубов второй момент вторит воздействует на кислотообразование полости рта снижается кислотообразование микробная полости то есть он воздействует прямо на микробов и они дают из-за этого продуцирует меньше кислот ну и третий фактор тоже очень важный они воздействуют на некоторые ферменты которые имеются в том числе в полости рта и тоже снижается кислотопродукция есть такой фермент полости рта называется фосфоенол перуатки надо вот на него а новость они воздействуют и он перестает вырабатывать молочную кислоту или резко снижает действие вот эти механизм действия фторидов они очень важны еще бы я хотел добавить что мы уже немножко с вами упоминали что основная часть фторидов тех получает не с пищей а с водой и так во всем мире вода основной поставщик сколько времени должен находиться гель или зубная паста в полости рта для того чтобы произошла вот эта химическая реакция и втор действительно усвоился в эмаль встроился в структуру я уже говорил о химических свойствах а некоторых химических свойств авторида не фтор авторит со соли фтора да значит он необычайно активный вот мы делали специальные такие эксперименты где изучали скорость соединения знаете это считанные секунды считанные секунды они достаточны для того чтобы фтор проник в поверхностной структуры эмали а дальше идет процесс диффузии он может проникать глубже и вплоть до глубоких слоев эмали но до аргентин он не проходит в пульп он не попадает с поверхности но вот из слюны в поверхность зубов он попадает и примерно вот по своему механизму как я вам сказал я здесь должен упомянуть что это в общем-то впервые нашли совершенно убедительно доказали советские ученые российские ученые евгений власти боровский колесник анатолий григорьевич петр андреевич леус они нашли это 50 и это побудило в нашей страну так сказать вот шире использовать то виды для профилактики как обывателю можно узнать о содержании фтора в той воде который он употребляет вода из-под крана обработанная фильтрах и вода бутылированная то есть та которую он покупает вообще в нашей стране очисткой и водоподготовкой занимается санэпидслужба если в городе там несколько есть водоисточников проще когда один водоисточник они в общем-то извещают граждан о том что фтора достаточно или недостаточно и сколько его поэтому знать это несложно на крайнем случае спросите санитарного врача который обслуживает ваш район он должен знать про бутылированную воду те кто выпускает эту воду он обязан на этикетке писать содержание основных ингредиентов в воде потому что отнюдь не фтор является главным ингредиентом и там на обычно всегда есть содержание фтора обычно воду которую фторирует и бутылирует не делает несколько повышенное содержание фтора потому что такой воды мы пьем меньше и мы ее не употребляем для супов борщей киселей компотов я просто знаю что некоторые семьи которые живут именно за пределами москвы ну то есть подмосковье и там где есть в принципе избыток фтора в конкретных районах они наоборот дают почтение бутылированной воде для того чтобы и чай из нее сделать с этой водой и суп приготовить это все верно вы говорите правду но здесь есть такой момент не нужно этим регионам придавать такое большое значение потому что их стране мало и ими персонально занимается санэпид служба в этих районах и повышенное содержание фтора есть различные методы как избежать вредного влияния в том числе те способы которых вы говорите путем разбавления вот особенно люди должны знать два момента повтору который мы сегодня упомянули это что смертельная доза 10 грамм а мы даем 24 миллиграмма и второе что 478 городов проверены на влияние употребление фторированной воды и по более десяти заболеваниям и никакой разницы не обнаружено чтобы я хотела скажем так чтобы существовала какая-то карта российской федерации и регионов где бы было содержание где бы было указано какое количество фтора содержится в воде и вот у меня еще такой вопрос связи с этим каким-то образом система общего водоснабжения влияет на повышение содержания фтора многое придумок было в свое время со стороны людей которые не хотели фторировать воду они говорили что трубы поглощают старит и так далее ерунда все просто не хотели люди это делал а чего это стоит добиться я это знаю по собственному опыту по омску и я это добился но я уехал через два года не прекратили это кстати говоря в москве много лет более десяти лет где-то в 60-х 70-х годах старировалась вода в краснопрестенском районе там у них был отдельный водозабор и вот сейчас есть и стоматологи осматривают людей заболеваемость кариесом в этом районе почти в два раза ниже заболеваемость чем во всей остальной москве сейчас там тоже перестали я как мама маленького ребенка понимаю что любое заветное каждой мама чтобы ее ребенок был здоров конечно же лечение стоматологических заболеваний сейчас уже стало безболезненным с появлением анестезия но она все-таки дорогостоящие поэтому чтобы ваши дети не болели и вы могли сохранять здоровье своих зубов относитесь внимательно к подбору средств гигиены для своей семьи и не забывайте два раза в год водить ребенка к стоматологу да это очень важно в ссср не выпускали паст вторсодержащих не умели не умели и не хотели не выпускали все и вот наконец когда прошли 80-е годы близко стала наша эта революция да все время писали кругом что вот у нас нет паста зарубежный паст не покупали в нашей стране это было очень дорого то значит решила одна из фабрик не буду брать какая наладить производства вторсодержащие зубной пасты вот они выпустили фторадент и когда мы стали испытывать этот фторадент оказалось что нулевой эффект мы не можем понять определяем фтор в ней достаточно все а эффект нулевой тогда значит мы очень серьезно к если в чем дело оказывается они ее выпустили на миллу а мел кальций co3 он жадно реагирует со втором и получается кальций фтор дважды нерастворимое в воде соединения она не может давать эффект и все у все стало ясно весь фтор который добавлялся в пасту он соединялся с мелом мел не воздействует на зубы потому что он нерастворим какие компоненты фтора точнее не компоненты а соединение максимально полезны для эмали зубов вот вы задаете вопрос на самом деле ольга коварный чем состоит его коварство вот этот вопрос является предметом спора между различными учеными реже и чаще между различными фирмами которые применяют различные соединения вторых для этой цели но я могу ответить на него достаточно однозначно больших различий нет нет больших различий или я употребляю в туристый натрий который чаще употребляется или употребляю кого-нибудь поверхностно активное соединение второ особых различий нет одни ученые получает что тут чуть чуть больше эффект другие получают что нет вот здесь и поэтому этот вопрос не полен но он очень важен